Ну что, друзья, начнём? Пайнт 2 Конституционное продолжение Ранни Хаулт Я бы не думал, что здесь, когда люди предпоятны, сами не знают Ранни Хаулт Я бы не думал, что здесь, когда люди предпоятны, сами не знают Ранни Хаулт Ты не расслышала, Ранни Хаулт Обездвиж её, немедленно, этой твоей магией Магикой? Той, которой ты следила целое племя И не смей говорить, что забыла Магика Такое название именно крафта Старое Неужели? Сразу не убивая для начала трубы правую ногу. Я остановлю кровотечение, не сдерживайся. Не в этом проблема. Здесь совсем нет маны, если я использую батлкрафт такого уровня, но и тело не выдержит. Хм, не очень жаль Сельфина, но использовать крафт в таких условиях мне... Тс, принцесса. Отгрызнулась Сельфина. Что? Я велел называть себя принцессой, тупиться. Чего? Кто я? Отвечай, кто? Кто ты? Я наследница престола великого королевства Резенхайда. В девятом поколении путь предков и принцессы Сельфина Резенхайда. Это же... А ты Рейн Васта? Скажи, кто ты? Есть. Королевские телохранители принцессы Резенхайда. Чего? В отсутствии Валара есть воля Резенхайда. А ты? Ты щит и меч, которые ее вершат. Ребеешь при виде врага? Какова нахалка? Знай свое место. Слушаюсь. Эти симптомы возмущения в мане. Не уж синдром императора. Вместо вижу, что личность предков проявилась как отчетливо. Ой, она же девочка, значит правильнее будет синдром императрицы. Черт, как же не вовремя не случился приступ. К тому же манералейший характер это без сомнения леди Реган. Самая жестокая и беспощадная королева в истории Резенхайда за все девять поколение пути предков. Подданным призвали ее Реган кровожадная. Ну как же не вовремя? Тебе не кажется, что ты слишком размякла, а Рейваста? Прошу меня простить, принцесса. Ха-ха, собственно если она не за жест, то я уже королева. Что такое? Селли творится что-то странное. Как же он все-таки меняет человека? Занимательное явление. А ты, девица, живец. Кончай зевать, готовься к бою. Ты? Ты кто такая? И куда делал Селли? Что ж, как тебя там? Милана? Перейдем к делу. Ты действительно убила Валора. Что? Ха, ты что и вправду поверила? Я же просто пошутила, чтобы привлечь твое внимание. Вот как. Тогда последний вопрос. Чего вы хотите? С такой целью вы напали на Резенхайт. Ого, она перехватила инициативу в разговоре. Сразу чувствуется опыт и я слова не могу вставить. Отвечай честно. Обещаю, что тогда твоя смерть будет быстрой и безболезненной. Слово Резенхайт. Ха-ха, у меня и прямо колени задрожали. С какой целью говоришь? Ну, а вообще-то, чтобы убить меня, принцесса Сельфина. В целом, убивать тебя как раз не обязательно. Но разве можно так иначе решить страну пути предков? Понятно. Так вот, у меня есть маленькое предложение. Ваше сиятельство. Не могла бы ты, ну ты знаешь, просто не возвращаться в свою страну. Что? Тогда тебе хотя бы не придется умирать. Забудь о своей стране, не приближайся к Альянсу и доживайте свои веки, скрывая истинные личности. Ну как вам? По-моему, замечательная идея. Да как ты смеешь? Твои требования. Ха-ха, опять твои шуточки. В таком случае ты просто займешься ведущим наследником. Скажешь нет? Кажется, это зовется лицемерием. Ха-ха, ну да. Ты уже слишком увязла в системе, чтобы называться Альянсом. Без нее ты уже и жизненный смыслишь так ведь? И снова ты ходишь вокруг да около. Кстати говоря, в чем дело? Почему ты не нападешь? С самого начала было ясно, что кровопролете не избежать. Верно. Все это время? Что ж, пора покончить с этим пафосом. Все это время я копил ману. В третий раз повторяю. Руби, правую ногу, Ринваста. Ради этого момента. Тсс. Принцесса Сельфина специально тянула разговор, чтобы выиграть время. Если я упущу этот шанс, то запятное имя принцессы. Ну же. Черт. Судя по всему, выбора у меня нет. Заключительная синергия. Маны. Аква. Аэро. Концентрация. Тудун. Послышался глухой звук. Мои нервы нервы словно вырвало из тела. На мгновение стало горячо, а потом меня объял пронизывающий холод. Тело немело. Я чувствовал, как укорачивается моя жизнь. Как тяжело. Активация крафта такого уровня изматывает даже на богатые на ману местности. Эта девочка пищеляет. Такая синергия. Без помощи внешней маны. Ооо. Милана, кажется, чувствовала неладное. Испешно перевела взгляд на правую ногу. Слишком поздно. Все уже было готово. На магничные фрагменты обсидиана облепили ее правое бедро. Стеклянный ливень. Милана тут же сорвалась с места. Что? Немыслимо. И что, я сплю? Милана уворачиваются от дожди осколков так быстро, что я столь дом различал ее движение. Она? Не. Человек. Мне показалось, что стеклянный ливень не блеснет. Сложно, но на самом деле он достаточно прост. В области коммита создаются транссидиановые осколки, а потом обрушиваются дождем лезвий. Я могу либо напрямую управлять осколком, либо использовать намагниченный обсидиан, чтобы сосредоточить одар на одной цели. У меня не было выбора, кроме как применять этот бесчеловечный, безжалостный крафт, который я разрабатывал для убийства людей. А ну-ка, смогу ли я от них вернуться? Какого? Милана мгновенно исчезла, увернувшись от всех осколков и оставив лишь размытый силуэт за собой. Исчезла? Куда? Что это было? Ритона сзади. Сверху. Руны UV? Так высоко? Да, как. Впрочем, сколько не прячься, осколки ливни все равно следуют за намагниченным обсидианом. Не сбежишь. Попалось. Хватит, не могу на это смотреть. Полномочия отозваны. Что? Ну-ну. Ха-ха. Этим стеклышкам правда можно превратить кого-нибудь в кровавый туман? И как? Осколки. Осколки ее не ранили? Дождь лезвий, летевший в сторону Милана, ввяз в обсидиане на ее ноге. Осколки должны были пробить обсидиан и превратить ее в ногу в фарш. А у нее даже одежда не порвалась. Почему? Неужели я где-то ошиблась? Нет, не может быть. Осколки, которые гнали за Милана, изрочистили бы в дерево все. Тогда почему? Принцесса Сельфина, теперь мне предельно ясна твоя позиция. Можешь взять меня в плен или просто убить. Таким образом, ты остановишь наши атаки на Асайд Айрейсу. Больше того, ты даже вернешься за головой той, кто возглавлял нападение на твою страну? Один выстрел на двух зайцев, а? Ну знай, я уже за грани побед или поражений, а если вы решите сразиться со мной, то лучше сразу смиритесь с тем, что вам ничего не противопоставить, потому что я всемогущая. Всемогущая? Разве бывают такие люди? Хватит чесать с языком, давай переходи к сути, или только болтать гораздо? Ну что ж, лучше один раз умереть, чем сто раз услышать. Субтитры сделал DimaTorzok Учтите, в следующий раз отмены уже не будет. Что это было? Сейчас? Было? Мои вспомнания гласили, что меня на мгновение ослепило яркой вспышкой. Нас слепило адским пламенем, насколько яростным, что не выписать словами. Мы умерли. Принцесса Эльфина, Рун, я, Харвардсон, Альбас, Руда. Всех Укадий, всех во внешнем полюсе. Просто все роды слицались с земли. Десятки тысяч людей испарились в мгновении ока. Но это все еще не было. У нас осталось что-то вроде воспоминаний о событиях последней нашей смерти. Что за? Устроенный Милан взрыв полностью уничтожил внешний полюс. Время словно застыло. Люди, которые заделали взрывной волной, замерли на месте, будто в ожидании смерти. Те, кто был легко одет, тут же воспламенились. Их кожа сгорела подчистую, а сами они превратились в розовые куски плоти человеческой формы. Те же, кому впечатлилось выжить, неосознанно ринулись в воде, чтобы смягчить боль от ужасных ожогов. Порча, мало кто из них смог удержаться на полу в таком состоянии. Так что почти все утонули. Небеса окрасились черной, а на землю пролился дождь из темного пламени. Сохранившие рассудок пытались выбраться из этого кошмара, но их пожирала огненная ливень. Их тело попросту испарялось. Те не существовали вовсе. В первой волне погибло восемьдесят четыре тысячи восемьсот девять человек. Спустя три года последовала вторая волна смерти. От эпицентра взрыва разошелся по седовитой маны, распространившейся по окрестностям внешнего полюса. Люди, которые долго контактировали с этой маной, покрывались язвами. У них постепенно отказывали внутренние органы, и все они вскоре умерли. Эта волна забрала жизни всех семидесяти восьмидесяти тысяч девятиста двенадцать человек из соседних областей. Один-единственный крафт отнял жизни более ста пятидесяти тысяч людей. Геноцид? Каким еще словом это можно описать? Откуда мы все это знаем? Я знал точное количество погибших, вплоть до последнего человека. И это не все. Я разом будто впечатался панорамным взрывом, забравшим мою жизнь. И заодно, и то, что случилось несколькими годами позже. Я видел, как мучилось те, кто пострадал от последнего взрыва Милана, пока их немедленно убивала ядовитая мана. Эти воспоминания правдивые. Вы действительно погибли. А остальное воспоминание вживила непосредственно я. У меня не было слов. Слов не было, но... Если эта женщина способна с помощью манной устроить такой взрыв, то Резинхайду... Нет. Пожалуй, против нее не выстоит даже и всем миром. Нет. Более того, любое сопротивление будет совершенно бесполезным. Это абсурд. Полный абсурд. Ты что, сама смерть? Деус-экс-машина. Словно гладь господня, сходящая с небес в конце истории, дабы втиснуть туда какую-нибудь завершенность. Неужели это и вправду про нее? Хм. Деус-экс-машина? Это из какого языка? Поистине. Поистине странная иллюзия. Магика. Хм. Вам ли не знать, что это было не иллюзия? Вот видите? А у вас всего лишь два пути. Не возвращайтесь в свою страну и жить. Или вернуться и умереть. Она открыла дыру в пространстве. И что вы... Не выбрали? Давайте получим от этого удовольствие. Офигеть. С возвращением. Ага, я вернулась. Ух, как же было весело. Милана, весело. Равно... Равно не виделись. Равно? Может давно? Давно ей... А не равно. Равно не виделись. Пожалуйста, не дуйся так. Потряс... Потрясно, Сиан. Я сделал то, что как ты сказал. И у меня получилось воссоздать эффект цунами. Открытие разлома пространственного времени впечатляет куда сильнее. Да и к чему такое эффектное прощание? Ну да, ну да. Я просто подумал, что так будет драматичнее. Ну и как все прошло? Что они? Хм, даже не знаю. Не знаешь? Разве может быть, что ты чего-то не знала? Ну, такое случается не часто. Но в этот раз я не уверена. Правда, сдается мне, что они вернутся. Они совсем тупые? Или им прям... Сказал, что убьешь, если вернуться. И их это не остановило? Видимо, да. Я уверена, что мысль... Эта мысль уже... Прочно засела их на памяти. Эй, а ты как думаешь? Что это было? Какой-то крафт? Принцесса. Принцесса, вы в порядке? Держитесь. Принцесса. Принцесса. Фина. Что? Сельфина. Я Сельфина. Сельфина. А вот как. Проститесь, Сельфина. О, все в порядке. Мы уже в безопасности. Уритона. Все хорошо. Я заставил тебя... Заставил использовать ливень. Что? Что я натворила? А, мне так жаль. Прости меня. Я так виновата. Ритона. Напрасти нас. Что нагрубило. А? Ты в порядке, Сельфина? То есть, Ваше Величество? Не зови ее больше так. А? Пожалуйста, зови ее по имени. Хорошо. Ты Селли. Ты как? Она вот-вот потеряет сознание. А, погоди-ка. Ну, это ужасно. Нам нужно срочно найти место для отдыха. Рон? Что? То есть, да. Мы с Сельфиной сейчас на грани смерти. Что? Одна ошибка и нас уже ничего не спасет. Нам нужно как можно скорее покинуть внешний полюс. Добраться до места, где много маны. Я понесу Сельфину. Тебе можно доверить наши тылы? Конечно, можно на меня положиться. Спасибо. Да. Сколько раз повторять сигнатуру, которую мы нашли на небесной террасе? Пенжало Ренвасти. В этом нет никаких сомнений. Но ни Ренвасти, ни принцессы в убежище нет. Вы обвиняете вас сто крат во лжи? Да что вы несете? Миша, следи за языком. Пока действует военное положение, временно оно или нет, глава Академии является регентом Люденхайда. Тсс. Мы вовсе не пытаемся уличить вас сто крат во лжи. Но все же. Как бы то ни было, Сельденхайд, таково положение дел. С момента нападения прошло уже 4 дня. И никаких следов принцессы или Ренвасти до сих пор не обнаружено. Нам следует перейти к следующему плану действий. Но ведь останков принцессы нигде не нашли. Одного взгляда на сигнатуру хватит, чтобы понять, что два человека куда-то перенеслись. Это неизвестно. Тем не менее, сейчас важнее решить, как поступать дальше. Мы и так потратили слишком много времени впустую. На данный момент нам следует поправить все силы на восстановление страны. И все-таки мы должны модернизировать выживших солдат и создать поисковую команду. Ни в коем случае. Откуда нам знать, когда теневые солдаты снова атакуют? Отвод таких ценных войск недопустим. Иначе нашу страну могут сравнить с землей. Теневые войска отступили. Как только пропала Сельфина. Вы совсем не соображаете, зачем им было уходить, если они хотели уничтожить Резенхайт? К тому же, вдруг Сельфина и Ритон еще живы. Мы не можем их бросить? Черт у вас побрал. Миша. В настоящее время нам остается только действовать, исходя из того, что принцессы больше нет. Мы должны держать оборону, пока не вернется король Вала. Сейчас это наилучшее решение. Что-то лукопо пресиживать задницы, если крафт сработал неправильно. А они могли бы иместиться куда-то не туда. Что если они где-то рядом? Значит, поиски надо начинать прямо сейчас. Я уже высказался по этому поводу, а теперь я подниму всех ребят из ТРК, и мы обязательно раз защищем Сельфину с Ритоной. Мне надоело сидеть, сложа руки. В сотый раз повторяю, тема закрыта. Я посажу солдат из ТРК под замок. Каждый, кто последует за вами, будет сурово наказан. Да плевал я. Я не сдамся, даже если придется искать их в одиночку. Миша, стой. Боже, как он уже... Когда уже поменеет. Однако этот глупец... Кто бы он не обзавелся сторонниками. У него хорошая репутация, несмотря на характер. Знаю, знаю. Флора, я понимаю, что у тебя их своих дело по горло, но не могла бы ты за ним посмотреть? Посиди, чтобы он не натворил глупостей. Эх. Слушаюсь. Миша, так нельзя. Ты ведешь себя как ребенок. Кто ребенок? Я? Из-за того, что я хочу спасти Ритону и Сельфину? Они просто имели в виду, что необходимо поддерживать статус Кло. Боги. Только я подумал, что ты успокоишься. Почему ты втягиваешь меня в очередную авантюру? Хе-хе. Но, по крайней мере, теперь я могу спокойно собираться на поиски. Что? Если бы пытался что-то провернуть до той перепалки, они бы мне помешали. Так вот, почему ты. Иметь репутацию болтаря иногда полезно, да? Немного повзомщался и делать, что хочешь, в разумных пределах. Осталось разобраться с тобой, Флора. Чего? Со мной? Ты же пришла, чтобы остановить меня. Если я правильно понял, Флора попросила тебя присматривать за мной. Будешь держать язык с зубами, и у меня появится некоторая свобода действий. У тебя есть план? Если ты не намерен бесцельно шататься по окрестностям, то бросай эту затею. Я никого с тобой не отпущу. Да ну, я же не совсем. Ну и нужен мне всего один человек. Он даже не из ТРК. Так что не волнуйся. Что ты задумал? Поговорить с орденом Рагзета. Розега? Там есть парочку людей, которые могут вскрыть сигнатуры и узнать, как работает этот крафт. Может и удастся проанализировать сигнатуры Ритоны и понять, куда их Сельфина забросила. О чем-то, если тебе нужен анализ, обройтись в разведгруппе Ордена Рыцарей. Той самой, которую только что сформировали? А я думал, нам нужен специалист. Ты кем себя возомнил? У Рыцарей лучше инфокрафтеры во всем Альянсе. А они уже проявили себя в деле? Но... Ритона дура. Вот почему ей все удается. Она бы не оставила сигнатуры такого важного крафта незашифрованной. Это ведь путь к отступлению из замка. Все удается, потому что... Дура? Это... Я к тому, что обычному крафтеру не под силу разобраться в крафте Ритоны. Пожалуй, ты прав. Ну вот, скоро я отправлюсь в земле отчаяния. Э? Ага. Земле отчаяния? Туда, где живут сильнейшие крафтеры Союза? Ага. Орден Розига. И есть те самые сильнейшие крафтеры. Совсем свихнулся. Ты не можешь просто взять и заявиться туда. Может, война и утихла, но они, без сомнения, остаются врагами Альянса. Ходят даже слухи, что Союз поучаствовал в недавшем нападении. Сигнатура на небесной террасе – наша единственная зацепка. Что нам еще остается? Не надо. Я не прощу никого, кто попросит помощи у Союза. Даже тебя, Флора. Не время привередничать в выборе союзников. Но ведь, знаешь, у Риггса… У Риггса в землях отчаяния живет дядя. Он состоит в Ордене Розига. Нет. Не может быть. Но мы не видели уже много лет его. И все-таки лучше помалкивай. Если кто-нибудь знает, что в Розенхайде есть выходец из земли отчаяния, ничем хорошим это не кончится. Как давно ты знаешь? Как давно? Уже и не помню. Миша. Ты совсем не понимаешь, о чем можно молчать, о чем нет. Флора. Риггс. Подданный Розенхайда. Он не должен страдать из-за дяди. Решил поиграть в благородство? Со мной это не сработает. Вот именно. Знал, что не сработает. Потому что держал рот на замке. И за это прошу прощения. Извини, что не рассказывал. Умоляйте, а Флора. У нас есть зацепка. Пожалуйста, не говори никому ради Риггса, ради Ритона и Сальфины. Потому что я волнуюсь. Ладно, но при одном условии. Как он? Я хочу пообщаться с тобой и Риксом. Давай встретимся у третьих ворот завтра в полдень. Конечно. Это не честно, Миша. Ты всегда, всегда такой. Ритона, Сальфина. Хоть бы с вами все было хорошо. Давайте на этом ха-ха. Остановимся в следующей серии и продолжим. Это вообще такое начало конца первой части было такое. Ну, увидим, что будет впереди. Всем спасибо, что были со мной. Всем оставайтесь на канале. Всем ребята.